Сейчас я вам все покажу. О, я только что приехал в магазин и все закупил. Проблемка у нас вот какая. Есть у нас туалет, замечательный, но отвратительный. Потому что, ну и унитаз этот мы где-то вообще брали, его надо сейчас выбросить. И вот тут надо все решать. Короче, тут же у меня еще, помните, будет пневмомагистраль для сброса белья, которая будет идти со второго этажа на скит, русы и все остальное. Будет падать сразу у нас в прачечную. 100% я эту историю буду доделывать. Дабы много не болтать, в общем, я сейчас беру, вытаскиваю отсюда все вообще подряд. И начинаем работу. Сегодня задача сделать пневмомагистраль, обработать этот угол красиво, навсегда уже, как он будет в итоге. Вентиляция уже решена, все решено, все сделано, поэтому можно смело зашивать. И поставим сегодня инсталляшку. Ну и походу буду вам рассказывать. Как обычно, 5 хороших, добрых слов в напутствие автору. И подписывайтесь, кто не подписан. Ну, парни, надо, 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 надо. Все, поехали. Первым делом я освобождаю рабочее место. Для этого мне нужно сейчас демонтировать все, что здесь в туалете находится. Вынести столик, вынести умывальник, раковину, унитаз демонтировать. Также вынести всю нашу бытовую утварь, чистящие средства и так далее. Также вот этот кафель, который у меня остался от укладывания пола на первом этаже. В туалете пол я не достилал в свое время, просто потому, что унитаз требовал заанкериться, вот этот простой, стандартный. Сразу знал, что будет инсталляция, долго к этому шел, поэтому пол и не настелил. А несколько листов кафеля просто оставил для того, чтобы потом постелить в санузле. Из минусов нашего мероприятия я не имею права сейчас анкериться в пол никак, потому что теплые полы протянуты по всему периметру. И угадать, где они сейчас находятся, крайне тяжело, просто потому, что полы уже отключены. Теперь найти жилку теплого пола тяжело, а на фарт сверлить отверстие, сами понимаете, очень дорого. Поэтому, друзья, анкерить в пол не буду, немножечко отойду от планов установки правильной инсталляции. Я просто забетонирую основание так, что оно никоим образом не сдвинется. И добавлю несколько еще пластин укрепительных, как я на втором этаже делал, точно так же. Сантехника у нас сегодня будет Оливис. Друзья, о ней я еще расскажу позже, когда начнем ее монтировать. Но познакомился давно, уже читал о ней. Цена-качество прямо на выигрыше. Ну, в общем, друзья, если интересно будет, либо ссылки добавлю, либо просто ищите, когда увидите коробку, там надписи все сохранились. Мы закончили, в общем, со всей этой историей. Построили этот шкаф, который надо было построить еще кучу лет назад. Сейчас вот в этом месте будем монтировать инсталляцию, но не просто ее монтировать. А потом мне нужно будет обвязать ее стеной определенной, потому что здесь будет уже кафель, керамогранит, там не знаю пока что это будет. То есть она будет встроена здесь в такую определенную стену. Уже купил для этого всего дела также фанеру. Так, инсталляшку мы с сыном заехали, взяли компанию строй системы, филиалы по всей России. Она называется Оливс. Данная инсталляция создана из высококачественного металла. У нее утепленный бачок сливной, который имеет толщину всего лишь 10 сантиметров. А утепление дает возможности не создавать конденсат при работе. Дальше. Четыре положения ножек от 0 до 35 сантиметров. Чтобы вы понимали, мы с Никитой Денисовичем сначала изучили все, а потом уже взяли то, что на самом деле сегодня даст фору многим именитым брендам. 48 сантиметров ширина. Вот так это будет выглядеть. На самом деле, конечно, для нашего дома можно было и 60 сантиметров сюда вмонтировать, но мы взяли, чтобы показать вам, какие миниатюрные конструкции бывают. Еще для примера, как раз для тех, кто живет в мегаполисах, имеет небольшие квартиры, самый оптимальный вариант, потому что удобная, компактная и всего лишь 10 сантиметров от стены. Ну, в нашем случае у нас там уже вмонтирована канализация, поэтому мы отойдем от стены побольше. Да, и нам здесь, благодаря такой стене, наверное, не страшно, можно тут и на 30 сантиметров отойти. Но мы сделаем вот по канализации. Все, друзья, музычка. Начинаем раскрывать это все и монтировать. Сын, с тебя ножик и поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, давайте попробуем, проверим Олифс в работе. Ну, поехали. Что я сделал? Нельзя ни на что нажимать. Да, я немножко смыл. Он, чтобы смылся до конца, держать надо? Точно так же, как на нашем туалете наверху, который тоже Олифс. Ну, здесь мы просто не полностью... Так это я просто кратковременно нажал. Все, техника отработала штатно, отключилась. Так, теперь смотри, что мы должны были сделать еще в самом начале, сынок. Берем вот это, вот так ставим. И пока, чтобы никто ничего не надавил, мы закроем. Ну да. Так, ничего не подтекает, все хорошо. Мы спаяли все грамотно, сын. Сейчас что мы делаем? Мы монтируем керамогранит. Сейчас вымеряю плитку и начинаю укладывать ее. С мыслью, что вон там у нас будет потом специальная потайная дверца, ну, чтобы все видно не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, про керамогранит. На самом деле, пилится он крайне просто. Ну, как я уже говорил, оставил я несколько листов для работы в дальнейшем. Очень важный лайфхак, который вот прям стоит и вот прям советую, чего я не делал по глупости своей, и от этого получил несколько проблем. Друзья, саму плитку, которую вы будете класть на пол, промазывайте тоже с той стороны, со своей черновой стороны клеем. Там не обязательно гребенеть его, можно просто намазать, чтобы он отгизировался хорошенько к самой плашке. И тогда у вас классно все это пристанет к полу, не будет у вас бухтеть. В моем же случае несколько плиток, они забухтели. Вот я укладывал там два года назад, и вот иногда проходишь местами, их мало мест, но они есть, где плитка просто простукивается на глухую. Все это потому, что я плитку не мазал с той стороны. Мне это подсказал мой товарищ, он занимается ваннами, отделкой сантехники. И это очень грамотная, полезная история. Друзья, вот советую, используйте. На самом деле уже не первый зритель мне говорит о том, что Дэн, ты вот делаешь столько поворотов, углов, разных зарезок, ты потом не сможешь это никак реализовать в запилке, потому что это все сложно, и нужно будет вызывать профессионала для такой работы. Комментарии-то это написали, когда я рассказал, что лестницу, которая идет в цокольный этаж, я планирую тоже всю кофелить. Она будет классная, с подсветкой и с керамогранита уходить туда. Вообще будет здорово смотреться. И тут очень много будет поворотов, запиловок и так далее. Вопрос решается крайне просто. Я взял заусовщик, вот такой вот. Давайте покажу, так будет намного проще. Подключается он к стандартной вот такой вот болгарке. Сейчас мы как раз попробуем. Здесь у меня есть зажим для тонкой плитки. Также я взял специальный столик фиксационный. И вот он сам, по сути, заусовщик. Давно уже охотился на это изобретение, потому что все это монтируется прям очень просто, настраивается очень легко с помощью вот винтов. И можно смело делать профессиональные работы в бытовых условиях. И, кстати, разговаривал я с опытными ребятами, которые давно вот занимаются такими вещами. Они говорят, заусовщик очень выручает. Из минусов его немножко спина, потому что когда работает куча, все время стоишь, работаешь на нем, тяжеловато. Из плюсов очень удобный. Порой бывает на заказ выезжаешь куда-то в квартиру, во-первых, места мало, во-вторых, заказ небольшой, что-то там быстро сделать. И везти с собой полноценный стол, который с гидрорезом, ну с водой, крайне неудобно и нецелесообразно. Посмотрите, друзья, отзывы в интернете, и вы все поймете, именно обзоры. Вы же понимаете, что заусовщик – это половина успеха, и еще дает большую часть успеха сам режущий диск. Я уже распаковывал, поэтому, друзья, в таком виде. Так, это столик. Также есть подключение пылесоса, если работаем в помещении, чтобы никого не запылить. Вот они все крепежечки. Сделаем минутную паузу от моей основной работы. Я вам покажу, как он работает. Мне просто самому даже интересно затестить. И потом продолжим уже работы дальше в санузле по керамограниту. Так, я быстро это собираю, и идем на улице пилить. На самом деле, друзья, мне еще разбираться и разбираться в этом всем мероприятии, но уже кое-что вырисовывается в понимании. Заусовщик подходит для всех болгарок на 115 и на 125. Универсальное крепление для посадочного места от 42 до 49 мм. В моем случае я буду использовать болгарку 125. Совместим с болгарками известных брендов Bosch, Makita, Metabo. Ну, а также подходят китайские производители. Но, друзья, когда мы хотим что-то красиво заусовать, наверное, китайские болгарки такое себе решение. Перед началом работы важно выставить ролики-подшипники в плоскость. Если этого не сделать, плитка обрежется криво-волной. Ровных углов у вас не получится. Можно использовать подручные средства, провила, линейку, уровень. Но это неудобно. Нужно одновременно держать, закручивать винты и выставлять ролики. А руки-то у нас всего две. В комплекте с заусовщиком Аффи идет линейка настройки с фиксаторами. Друзья, еще раз говорю, я вам сейчас просто показываю все это дело. Пользовать и тонко настраивать мы будем, когда начнем уже запиливать в санузел керамогранит. И эту линейку с фиксатором нужно просто закрепить на станине заусовщика. И руки свободны. Теперь мы легко выставляем ролики строго по уровню. Линейка многофункциональная. Благодаря градуировке ее можно использовать как строительный циркуль. Заусовщик Аффи запиливает плитку не только под стандартные 45. Благодаря винту регулировки вы можете изменить рабочий угол под свои задачи. Диапазон от 40 до 50 градусов. Рабочая площадка заусовщика подвижная. Узел крепления болгарки поворачивается и угол настраивается. Дополнительно винты такой регулировки настраивают положение круга так, чтобы он касался плитки только передним краем. Это нужно, чтобы задняя часть круга повторно не задевала срез и не портила его. Также, друзья, обычно на заусовщиках запиливать узкие полосы вообще неудобно. И приходится держать болгарку на весу, подстраиваясь под край. Заусовщик Аффи решает эту проблему. С линейкой и дополнительной планкой мы можем зафиксировать полосу и сделать кромки быстро, точно и аккуратно. Есть метка направления реза. Своеобразная стрелка. Предусмотрены две метки смотровых окна. С помощью нее легко оценить расстояние до круга болгарки и до конца плитки. А градуированная шкала помогает повернуть круг на несколько градусов, так, чтобы он не касался поверхности запила задней частью. У большинства заусовщиков ручка только одна. У Аффи их две. Это особенно важно, если заусовщик не закреплен в станине или на верстаке. Чаще всего производитель просто вваривает гайки под ручку болгарки. Это плохое решение. Использовать такую ручку в работе неудобно. Аффи удобный рабочий заусовщик без ошибок конструкции. В общем, друзья, подытожу. Мне очень понравился данный аппарат в работе. И я теперь буду им пользоваться постоянно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok которая будет парящая, то есть вся вот эта столешня, она будет паряжкой. И я ее буду отделывать керамогранитом также. Все будет здесь керамогранитное. По пневмоконструкции вы это увидели. Она вот так пока смонтирована, но когда это будет закофеленное все, закофеленное, закерамограниченное, здесь будет просто какая-то открывашка для сбрасывания. Обещаю, будет интересно. Что мне осталось сейчас сделать? В комплекте с инсталляцией Оливис шла еще Оливис вот такая клавиша для инсталляции серии Порто. Но ставить я ее буду в следующем ролике, просто потому что уже устал. И второе, если я сейчас ее поставлю, то дети обязательно нажмут на кнопку и у меня стрелканет вода. Что я по глупости своей не сделал, но написал доступ. Вот здесь будут отверстия, наверное прорежу хотя бы одно, чтобы можно было дотянуться до крана. Хотя с другой стороны у меня все автономно отключается в цоколе, каждая линия. Поэтому можно это отрубить без проблем. Но наверное все-таки сделаю какой-то лючок ревизионный или с этой, или с этой стороны. Отметил где его делать безопасно. Отметил где проходит труба, чтобы саморезы здесь какие-то не вкрутить. По пневмомагистрали пойдемте покажу куда это все будет падать. На самом деле у меня была мысль вот тут поднадвешивать корзину и с пневмосистемой она бы у меня попадала в котельную. А в котельной в момент, когда открывается бельепровод, у меня включался бы просто пылесос. К нему была интегрирована доп-система и он просто бы подсасывал белье из основного вот этого канала. Если белье проваливалось бы плохо, то это был бы оптимальный вариант. То есть вот здесь какая-то емкость, может быть даже она из оргстекла какая-нибудь. В нее входит вытяжка на пылесос и входит основной канал. Получается, когда ты открываешь там бельепровод, срабатывает датчик и включается пылесос, который нагнетает вот здесь давление и собирая отсюда тягу. Но это оказалось ненужным, потому что 160 труба, как я уже говорил, нормально все тянет. Мы тестировали, это все падает сюда, все отлично. Останется вот сейчас обработать красиво вот этот угол. Кафель у меня на это есть, поэтому проблем не вижу никаких. В общем, я очень рад был вас сегодня видеть. Устал я просто капитально, иду отдыхать. В следующем ролике мы доделаем с вами уже санузел, инсталляшку и построим столешню. Она будет вариться из металла, ну я уже говорил. Все, рад был видеть, до скорых встреч, пока, пока.